Никита на школу. Провожаю Никитку до класса. Сейчас у них новое правило. Школы закрыты. Просто так не войдешь. Нужно позвонить. Звоночек. Так, вот там мальчик пошел. Такой аппаратик, кнопочка, вернее, нажимаешь. Идет такой звонок в офис. И они спрашивают, по какой причине, допустим, ты опоздал, если позже пришел, потому что дверь уже в 9 закрывается. Вот это только в этом году здесь сделали в нашей школе. А вот в первой, в элементаре школе, в Никиткиной, в прошлом году тоже уже сделали такую вот систему охранную, чтобы не могли просто так войти. Раньше был свободный вход в школу, а сейчас в связи со всякими терактами сделали. Ну, я не знаю, может быть, в других городах Америки, в крупных, уже давно такое было, что школа закрыта была. У нас вот только-только. Такая погодка у нас ужасненькая. Дочь у нас сегодня льет с утра. Так, вот Никитку отвезла в школу, сейчас к родителям заеду. Сегодня сделаю такое видео, наверное, как «Наш день». Давно уже не делала таких видео, с утра до самого вечера. Посмотрим, что получится из этого. Как раз, вот знаете, вчера весь день передавали вот этот ураган, Мэтью вроде называется, во Флориде. Я вот видео тоже нескольких блогеров смотрела на эту тему. Они все там в ожидании урагана. Не знаю, вот сегодня он уже там прошел или еще его ждут. Но вот видите, и у нас тоже погода, кстати, эти дни прям испортилась. Вчера тоже так холодно было, немножко дождь. Сегодня вот с утра дождь льет. Вот, вон все небо затянуто. Хотя мы вообще находимся на другой стороне Америки. Не знаю, может быть, просто так совпадение. Вообще у нас тут тоже ураганы бывают. Вот я в прошлом году снимала видео, если кто видел. У нас тут были разрушения, деревья прямо на дома падали. Дома пополам были сломлены, несколько жертв было. Одна женщина ехала в машине, и на нее дерево упало, вот она погибла. И вроде в доме кто-то тоже погиб. Ну так вот, немного, но несколько человек было. Так что вот все возможно. Вот у нас уже два года подряд такой сильный ветер, ураган. В этом году, не знаю, в прошлом году вообще была такая здесь паника, тоже света не было в городе. Вот у моих родителей неделю не было света, они у нас несколько дней ночевали. А как раз холодно, снег выпал. Было, это конец ноября, начало декабря вроде было. Тоже полгорода без света сидело, без отопления. Тоже все разбирали, дров вообще не было в магазине. Воду там все раскупали, но нам как-то повезло, мы в доме, у нас был свет. Так, вот апартменты, где живут родители. Так, ну пока отключаюсь. Приехала я в такое место, я уже как-то снимала, мы с Наташей делали видео. Здесь мы берем для детей памперсы на месяц сдают, это бесплатная программа. Здесь такие прикольные человечки. Человечки прикольные такие. Вот это место называется, сейчас я покажу карточку. Вот эта карточка, кто в Спакене живет, если нужно, вот адрес на 8-й авеню находится. Раз в месяц можно приезжать и брать вот эти дайперсы, памперсы для ребенка. И там игрушки есть бесплатные. Вот одеялка такая новая для Кейдена взяла. Классная. Вот видите, целый пакет памперсов. Влажные салфетки. Ух ты, аж три пачки дали влажных салфеток. Не всегда так много дают. Один месяц могут много, один месяц мало. В памперсах вон там упаковка. И тут еще сколько-то они доложили. Вроде до трех лет, если я не ошибаюсь, эта программа действует. Еду назад, домой. Это у нас уже южный район города. Южный район мне очень нравится. Здесь очень много зелени. Он такой зеленый. Но у нас тоже север города. Он тоже зеленый. Но у нас там в основном преобладают елки, сосны. Там такие большие деревья. А здесь разнообразие вот таких деревьев. Центр у нас, допустим, не сам центр, где даунтаун, а центр как бы города, где такие простые районы. Там они более голые, что ли, можно так сказать. Там не так много таких больших деревьев. Так, вот так же еще про этот ураган-то хотела договорить. Тоже вот сейчас ехала, такой дождь был. Но дождь уже закончился хорошо. Сейчас сухо. Но вот погода такая, видите, все пасмурно, затянуто. Вроде еще один там ожидают ураган. Сейчас у родителей была. Они сказали, что вроде второй какой-то там передали, надвигается. Но точно не знаю. Я просто вчера смотрела своих блогеров, которых я смотрю. Вот там двоих, кто во Флориде живет. Они, значит, одна женщина, она там в апартментах живет. Она уехала к сестре переждать это время. И они заклеили вот так вот окна. Как вот в фильмах показывают, как во время войны вот так крест-накрест заклеивали окна. Ну, чтобы не повыбивало от силы удара, вот когда сильный ветер будет. Но я не знаю, поможет ли это при таком урагане или нет. Ну, вот они так сделали. Потом другую тоже женщину смотрю. Ольга Локер, ее канал. Вот мне понравилась такая женщина. У нее такие видео хорошие. И она показывала... Так, мне куда? Мне сюда, да? Так, так, сейчас соображаю, куда ехать. Немножко не по той дороге поехала. Можно было там объехать и быстрее домой. А сейчас мне получится, я почти через центр поеду. Ну, да ладно. Так, и вот, значит, у этой, у Ольги Локер, да, она видео показывала, как они там закрывали окна на домах. И вот у кого возле дверей есть тоже такие окна стеклянные, специальными железными листами. Она говорит, там уже, как-то, приспособлено. Это все встроено в дома. Такие специальные отверстия для того, чтобы вот эти железные листы прикладываешь и во время урагана закрываешь, ну, чтобы не повыбивало окна. Вот так вот они там спасаются. Ну, посмотрим, что еще сегодня будет в новостях. Поезд едет товарный. Кстати, ни разу, вот сколько живу, уже десятый год в Спакене, ни разу у нас не видела здесь поезд пассажирский. Он ходит там ночами, что ли. Ну, вот так днем, сколько мы ездим, постоянно вот этот товарняк идет. А такие вот вагоны я еще даже не видела. Ну, у меня подруга, вот Ирина, они ездили летом на поезде из Спакена. Куда-то они ехали до Сиэтла, что ли. Или до Портланда, куда-то в ту сторону. Ну, вот я говорю, ни разу еще ни на поезде не ездила. Не то, что не ездила, даже и не видела, как он выглядит здесь. Только на видео у других. Так, ну, вот это центр города. Ну, тут как бы не видно. У меня камера в другую сторону наведена. А там высотные здания, вот у меня с левой стороны. Это я еду по центральной улице, улица Дивижн, которая как бы разделяет город на две части, на запад, восток. И вот от Дивижна идет отсчет улиц, как бы здесь по блокам вот это все считается. Ну, вот немножко просто, раз такая возможность сегодня есть, вот Спакен Ривер проезжаем. Еду по городу, покажу. Да, у меня таких видео почти нет, можно сказать. За рулем я не делаю видео, потому что для меня это очень тяжело, чтобы вот так ехать и разговаривать. Вот еще, когда камера направлена на дорогу, то, в принципе, можно немножко что-то сказать. Вот Red Lion Hotel, вывеска, да. Так, его не видно тоже, вот он сбоку. Это один из дорогих отелей в Спакене, очень красивый такой. Ну, вот я не делаю такие видео, потому что я за рулем обычно так сосредоточена, и вот эта болтовня, это не для меня. Я лучше где-нибудь остановлюсь и сниму видео. Так, ну, пока еду, опять решила включиться, хотела вот про нашу погоду опять сказать. Я просто смотрю Ирину Ок, вот кто смотрит, она из Англии, очень тоже интересное у нее видео. Но это у меня единственный блогер, которого из Англии я смотрю. И вот мне напомнило, она всегда, когда едет на машинах или там идет, у них почти всегда вот пасмурно, пасмурно, пасмурно. Ну, оно там солнышко-то бывает, но как-то вот на видео так получается. И такая вот Англия у меня как бы вся в серых тонах. Мы в Англии были, как это называется, ну, проездом, когда в Америку летели. Транзит, да, вроде называется. Транзит, там в аэропорту 4 часа сидели. И вот за эти 4 часа, я не знаю, погода на раз 50 поменялась. То вот так вот тучи набегали, дождь, то солнце, то опять тучи, дождь, солнце. Такая интересная вот у них погода. Также еще хотела сказать, что-то я разговорила сегодня за рулем, но мне в принципе прямо ехать. Никуда не надо сворачивать, поэтому чуть-чуть сегодня позволю себе поболтать. Значит, один парень, подписчик, он смотрел мои видео, ну, и он решил приехать в Спакен пожить. И он приехал на несколько дней, побыл, и Спакен ему не понравился. Вот где-то на Дивижн, где вот я сейчас еду вот по этой улице, снимал отель. И говорит, как бы, много мусора, там наркоманы ходят. Да, есть, есть такое. И районы разные, наверное, он как раз попал в этот район. Ну, допустим, сам центр, даунтаун, он-то у нас чистый. А вокруг даунтауна есть много таких старых районов, где и грязь есть, и обомжение как раз там в центре и тусуются всегда в даунтауне. Так вот, Йокс-магазин проезжаем. Я недавно видео тут вот сняла. И, кстати, вот тут напротив Йокса, ой, тут что-то полиция. А, напротив Йокса вот тут вот Абиктор работал. Но не могу показать. С другой стороны вот это здание, откуда он уже перешел на новую работу. И вот тут вот он работал с людьми, ну, у которых психика ненормальна. И вот там полиция приехала. Видимо, у них там бывает, когда они сбегают, вот эти люди, клиенты больные, сбегают и там вызывают полицию. Видимо, вот что-то там случилось. Кто-то сбежал. Так интересно уже, видя, не работает там. Так, и вот немножко я отвлеклась, да, как бы мне понравился. Ну, за три дня как бы трудно сделать, да, какую-то картину составить города. Конечно, первое впечатление есть. У кого-то оно неприятное, у кого-то там приятное. Смотря попадаешь в какой район, в какую вот атмосферу. Так что вот все индивидуально. Но как бы я говорила, что да, это город, он как бы не для молодежи. Молодежи хочется больше каких-то там развлечений. Что-то там, чтобы были тут небоскребы. Это у нас здесь такого нету, конечно. У нас такой, знаете, нетуристический. Хотя вот в центре города, я говорю, там есть несколько гостиниц, они очень дорогие. Там Davenport, это дорогой отель, старинный вообще. Вот этот Red Line сейчас мы проезжали, еще там построили. Есть дорогие гостиницы. Там я не знаю, скольки, может быть, от 200 долларов номер или даже больше. Есть мотели там за 50 долларов. И, конечно, здесь очень тяжело в Спакене как бы сразу устроиться. Это не такой город, как в крупных городах. Вы там можете снять комнату, жить в комнате, работать за кэш. Здесь в Спакене это невозможно. Вот он и написал, что он нигде не смог комнату. Здесь только нужно апартменты снимать. И, значит, требуют обязательно вот эту историю. Рент-история должна быть, что вы уже жили. Или кто-то должен за вас поручиться. Как бы здесь все не так просто, поэтому Спакен не для того, чтобы, знаете, сюда ехать на первое время. Сюда едут только те, вот как мы ехали, или те, кто к знакомым, или к родственникам, кто вас приютит и за вас сможет поручиться. А просто так приехать и без вот этой истории кредитной, без поручения вам никто здесь жилье не сдаст. Поэтому Спакен как бы не для этих целей. Но Спакен, знаете, это средний город. Он и не маленький. Есть намного, много, вернее, маленьких городков. И он не крупный. Вот Сиэтл самый крупный в нашем штате. А потом уже идет Спакен, как бы второй такой город. Он разбросан, потому что в основном это как одноэтажная Америка. По территории он большой. Допустим, наш Бешкек, миллионное население в Киргизии, он по территории, наверное, раза в три меньше Спакена. Но по населению, получается, Спакен чуть ли не в три раза меньше. Здесь где-то 300 с чем-то тысяч населения, может быть, около 400. Вот так вот примерно. И русских здесь тоже, насколько я слышала, где-то тоже, может быть, около 40 тысяч русскоговорящих в Спакене. Но все вот так вот едут к родственникам, к друзьям. Поэтому не город для того, чтобы приезжать первое время и обустраиваться, если вам не к кому ехать. И вот иду с Ровиком прогуляться. Сейчас в парк с тобой прогуляемся, Рови? Прогуляемся, мой зелёный, мой красавец. Просили Рови тоже показывать побольше. Ну, я снимаю там отдельные такие небольшие записи о Рове. Так, хотела показать. Вот нам вчера здесь вот эта служба, АВИСТА. Они нам меняют тут газовые трубы везде, везде, вот по улице. И у нас на территории тоже вот тут вчера так вырезали аккуратненько. Смотрите, там выкопали всё. Столько земли, столько грязи было. И потом в конце дня вот так аккуратно всё закрыли, замазали, поставили знак. Ещё вот где-то тут должны. Вот они вот эту разметку сделали. Вот такой цветной краской, где трубы находятся. Вот, видите? Они отмечают, где газовая труба идёт, где электро. И они уже знают. Вот тут везде нам весь асфальт поразрисовали. Вот здесь тоже всё перерыли. Но должны вот это всё заделать. Так, вот у соседей скутер стоит. Кстати, вот напротив нас переехали соседи. Немножко хотела сказать. Соседи, женщины две, у одной ребёнок нетрадиционной ориентации. Я уже видела несколько раз, как они и обнимаются, и всякие там их не... Ой, ну короче, не очень, конечно, приятное зрелище. Здесь, конечно, свобода в Америке в этом плане. Здесь там толерантно ко всему относятся. Но я как бы против всего этого. Ну я не буду там, конечно, прям что-то тут высказывать, какое-то своё мнение. Но вот просто так вот получилось, что соседи оказались у нас такие. Ну мне лично это как бы не очень. Подстригает траву. А Рови так испугался, бедный. Бежит, бежит. Быстрее домой, скажи. Мама, домой. Бежим. За Никитой в школу. С этой стороны у них такой стадион большой. А вот здесь выходы. Входы, выходы много вот с разных сторон, дверей. Здесь заходишь, у них даже кухня есть при входе. На школьном автобусе хочешь поехать? Так, приехали мы с Никитой в библиотеку. Она рядом со школой находится. Никита хочет какую-нибудь книжку выбрать, да? Какую ты хочешь взять? Русские скамки. Ага, а ты постарайся, да? Это интереснее. Возьму, дочитай. О, Игорь Кваша, есть точка возврата. Очень мне нравился, когда он эту передачу вел «Жди меня». Чехов, Иванов и другие. Никогда не читала. Стихи «Огни» и «Барто». Так что здесь у нас много русских книжек. Это русские, наверное, кто приезжал, привозили книги, потом сдавали в библиотеку. Так, что там еще есть? Журналы. А, нет, журналы. Это все на английском. Ну, такая вот библиотека небольшая. Сделали вот такие аппараты, что можно самому брать книжку, но я уже не помню, как ее делать. А, нужно вот так, чтобы книги. Так, вот такую Никита взяла. Ты постарайся, и русские народные сказки будем вспоминать. Так, нужно как-то пин набрать. Ну, нет, нужно взять карту сначала. Карточку. Вот эту. А где тут для мальчиков обувь? Так, мне нравится вот этот вот бренд. Вот он называется «Champions». Такие мы Никитке обычно берем. Вот у него сейчас точно такие же есть. Очень долго носятся. Вообще, все лето в них проходил. Так удобно. Такие вот ботасы Никитки. Вот они очень классные. Тоже «Champions». Это запоминает форму. Вот эта сеточка. Дышит нога в них. Легкие, такие удобные. Наконец-то мы дома. Весь день проездили. Такой долгий день. Значит, после мола завезла Никитку домой и поехала в магазин «Каска». Он у нас здесь рядом с домом находится. Значит, что я купила, быстренько покажу. Значит, вот такие вот персики. Уже у нас персики последние. Они вкусные. Они сейчас жесткие. Они пару дней полежат. Уже будут мягкие. Персимонс купила. Это хурма. Сейчас как раз сезон начинается. Мы так их любим. Обожаю. Особенно с овсяной кашкой. Утром. Ой, вкуснятина. Стик-стрипс. Это, значит, мясо. Сушеное мясо. Говядина. Оно такое прикопченное. Никита очень любит. У нас только в основном такое мясо ест. Маргаринчики. Так, и вот такие вот конфетки купила попробовать. Ну, это вафли. И там начинка черный шоколад. Такая подарочная коробка. Здесь вот если перевернуть. Вот тут можно написать. От кого, для кого. Еще ни разу не пробовали. Американские конфетки попробуем. Ну, вот такой вот набор у меня получился на 40 долларов. А вот и папаня наш пришел. Я тут снимаю фрукты. Фрукты, овощи? Да. Так. А папаня? Вот просили показать, в чем ты на работу ходишь. В чем медбратья работают. Пожалуйста. Это последний писк моды. Лето 2016-го. Я имею в виду осень 2016-го. Осень, да. Штаны карго. С кармашками. Так, отлично. Так, одеваются те, кто работает в психиатрических заведениях. А где мои детки? Мои детки спрятаны. Ровик помогает разжигать костер. На камере светлее, чем на самом деле снимает. Так же. Ага, как светлое. На самом деле темно. Вот первый камин в этом году. У огня еще не видел. Да, точно. Ровик еще не видел огня, да? Вот он полюбит это место. Он уже любит и фон. Вышла же камина посидеть друг ваше. Рови, покажи свою корзинку. Вот у Рови такая корзинка с игрушками. Рови, Рова, 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 не фокус, не фокус еще. Не фокус, не фокус. Не фокус, не фокус. Не фокус, не фокус еще. Не хочет сейчас. Рови, Рови. Я ж тебе русский вызову в России. Вот он, вот. Потом будем играть с тобой. Сейчас разожгем, потом будем играть. Красота. Вечерние игры с Руи. Так каждый вечер они с ним стали играть. Выматывают его. Он потом такой уставший. Сейчас, правда, еще не поздно. Обычно вы с ним играли уже часов 10 в такую игру. А сейчас сколько у нас? Часов 7. 7 часов. 7 часов у нас уже темно на улице. Закончился мой длинный день на сегодня. Попрыгушки Ровкина. Попрыгушки Ровкина. Не может она дать себя достать. Любимая Ровкина игрушка. Одна из первых. Он ее так полюбил. Всегда притаскивает ее, чтобы, видите, с ним играл. Интересно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...